Меня зовут Глеб, моя фамилия Смирнов, мои контакты на экране, и это все, что вам нужно знать про меня. Ведь не важно, где я работаю, важно, что я вам рассказываю, правда? Все мы когда-нибудь писали тесты, и наверняка большинство из вас рано или поздно сталкивались с тестами плохого качества, вроде того, что мы можем видеть на экране. Этот тест вроде как абсолютно бесполезен, он просто берет, asserted true, ну и все. К счастью, многие подумали, что такие тесты плохие, и нужно с этим что-то делать, и придумали код каверич, которым многие из присутствующих пользуются. Они взяли код каверич и решили проверить подобные тесты. Здесь на экране вы видите такую черную полоску, в которой написана какая-то команда. Это значит, что потом вы можете зачекаутить репозиторий с GitHub и воспроизвести все, что здесь показано, самостоятельно на своей машине, если вдруг такого захотите. Сейчас мы против того забавного теста, который мы видели раньше, запустим код каверич. И понятное дело, все будет красненькое. Но мы знаем, что код каверич обмануть очень легко. Например, напишем такой тест. Вроде как он что-то делает, но assertion ни одного нет. Грустная история. Однако, если мы запустим код каверич снова, то мы получим код каверич аж целых 100%. Это же здорово. Можно рассказать своему начальнику и получить премию. Можно сказать своему другу, он скажет, ого, да у тебя высокий код каверич. В принципе, здорово. Но есть некоторая проблема, даже несколько. Вот простая проблема насчет того, как вы кому-то что-то рассказываете. Ну, получили вот код каверич 100%. А через месяц вы хотите очередную премию. И что вы теперь скажете? Ну, похвастались вы своему другу, что у вас код каверич 100%. А чем теперь хвастаться? Есть? Что? Это хорошая мысль. Но не все могут понять, как сложно поддерживать высокий код каверич. Можно, да, именно, можно дойти к кому-нибудь и сказать, вы знаете, у меня код каверич 146%. Но, к сожалению, не все поверят. А можно сделать еще лучше. Сказать, что код каверич это плохой инструмент. Ваш код каверич ничего не значит. Если вы меряете код каверич, то вы ничего не понимаете в тестах и так далее. Ваши тесты плохие, ничего не понимаете в тестах. Давайте-ка проверим сами тесты. Идея очень простая. Мы возьмем и запустим тесты разочек. А потом залезем в исходный код и поменяем что-нибудь. Запустим тесты снова. И ожидаемо тесты должны упасть. Правда? А если они не упадут, то должно быть они хреновые. Ну как можно делать тесты, которые не падают после того, как вы меняете исходники? Идея не новая. Еще в 1971 году ее придумал некто по имени Ричард Липтон. А в 1979 году Тимоти Бат взял и реализовал самую первую библиотеку на Фортране. Но затем случилась небольшая неожиданность. А именно целых 30 лет ничего не происходило. Камень в лесу неодобрительно к этому относится. И наконец в начале десятых годов начал кто-то использовать это в индустрии. И постепенно, постепенно, постепенно популярность стала все расти и расти. А как вы думаете, каковы причины того, что никто не использовал мутационный анализ? Ваши варианты? Так, тяжело менять в коде что-то случайно. Правильно, руками этого делать никто не хочет. Все хотят делать это автоматически, да? Но для этого нужны инструменты. Все правильно. Для Java хороших библиотек мало. Вот есть на экране несколько указанных, но, к сожалению, все они плохие. Они заброшены, устарели, жутко тормозят или не поддерживают всего того, с чем мы хотим работать. К счастью, это не все библиотеки. Есть еще одна. Она называется P-Test, она же PIT. И она классная. Есть такая табличка сравнений. А, простите. Она, во-первых, активно разрабатывается. Во-вторых, она работает довольно-таки быстро. В-третьих, у нее открытый исходный код. Welcome, к атрибюте, сколько хотите. И она поддерживает и Java 7, скоро будет Java 8. И все Maven, и G-Unity, всякие библиотеки для макирования. И прочие части, которые мы хотим. Я для вас составил специальную табличку. Она довольно-таки большая. И в нее не очень хочется вчитываться. Поэтому можно посмотреть только на цвета. Вот тут много красного. А в самом низу есть строчка, которая вся зеленая. Там yes, 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 yes. 6 из 6 и вчера. Если суммировать, то можно просто выкинуть эту табличку, на нее не смотреть и посмотреть на то, что петест жжет. Хорошая штука. Давайте тогда его возьмем и попробуем применить к нашему офигенному тесту, который имеет стопроцентный код каверидж. Запускаем. И почему-то все строчки красные. Плохо. К счастью, для того, чтобы разобраться в проблеме, петест нам составил детальный отчет. Он выглядит примерно так. Вы знаете, я в 34-й строчке поставил восклицательный знак. Вот, negated conditional. Запустил тесты. Ни один тест не упал. То есть, другим языком. Я создал мутанта, который имеет измененный исходный код. А этот мутант выжил. То есть, ни один тест не упал после того, как эта мутация появилась. Это раз. На этом пит не остановился. У нас был красивый return, а мы его заменили на следующую ужасающую конструкцию. Если мы собирались вернуть null, ну давайте швырнем runtime exception. Если мы не собирались вернуть null, то почему бы его не вернуть? После того, как мы сделали такое странное изменение, ни один тест снова не упал. Плохой тест. И третье. Второй бренч if мы заменили примерно на такую же конструкцию, в результате чего снова ни один тест не упал. Плохо, 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 плохо. Кроме того, мы поняли, что давайте-ка напишем нормальный тест, который что-то asserted, показывает и посещает все строки кода. Запустим нормальный тест и увидим, что все строчки в отчете стали зелеными. И те, кто видят нижние строчки на проекторе, такие есть вообще люди? А там еще ничего нет, вы ничего не видите. А теперь? Видно? Здорово. Соответственно, здесь мы говорим о том, что в 34 строчке мы добавили искать ценный знак, но тесты упали. Потом мы сделали еще одну страшную мутацию, еще одну. Все тесты упали, все зелененькое. Соответственно, строчка подсвечивается зеленым цветом и считается покрытой мутационным кавериджем. В том случае, если все мутации, которые на эту строчку пришлись, были убиты тестами. Кстати, последняя строчка видна? Видать с трудом. Но я буду предупреждать, когда там что-то находится. Итак, кроме того, что мы получили красивый отчет с зелеными строчками, в другом месте, где сейчас стоит троеточие, у нас есть красная строчка. Она выглядит вот так вот. Петест как бы говорит нам, слушай, я удалил эту строчку и не упал ни один тест. Похоже, что с этой строчкой что-то не так. Как вы думаете, что с ней не так? Да, правильно, она нигде не используется. Если ее можно удалить, и ничего не произойдет, то, наверное, она нигде не используется. Здесь на экране у нас есть такая надпись return default machine name. Крупными буквами, наверное, константа. А здесь у нас есть поле класса. Скорее всего, мы собирались использовать поле класса, а не константа. Но, к сожалению, забыли об этом и обнаружили баг. Упс. Петест помог нам его найти. Очень приятное развитие событий. Теперь, когда мы примерно знаем, что это нам дает, давайте разберемся с тем, как вообще это работает. Если совсем на общем уровне об этом говорить, то можно сказать, что это делается в три очень простых шага. Шаг первый. Выберем что-нибудь, что мы собираемся помутировать. Затем помутируем это что-нибудь. А потом проверим, не упало ли что-нибудь еще. Тесты, например. Теперь пробежимся по всем этим шагам несколько поподробнее. Первое – это выбор целей для мутации. Вот вы бы что мутировали, скажите честно. Так, а если на несколько более общем уровне? Вот у вас есть исходный код. Вы его прям так будете мутировать или может быть… О, байт-код. А почему нужно мутировать именно байт-код, а не сам исходник? Не надо перекомпиливать. Раз. Оптимизации. Два. О, работать с другими языками, кроме Java. Еще одно отличное замечание. Да, действительно, причин очень много. Та, которую тут не упомянули, это то, что вообще говоря, байт-код мутировать гораздо проще, чем большой такой сложный лексический конструкции Java-вых исходников. Соответственно, проще. И можно работать с другими языками, кроме Java. Со всеми JVM-based языками, которые компилируются в Java-байт-код, мы можем спокойно работать. Конечно, тут могут быть небольшие проблемы. Далеко не всегда так очевидно можно установить соответствие какой-то строки в байт-коде, инструкции в байт-коде, с тем, что у вас там изначально было в каком-нибудь груве или в скале. Но некоторые люди это делают. Соответственно, мы выберем что-нибудь, что будем мутировать. Для этого скомпилируем исходники в байт-код, а затем запустим все те тесты, которые мы хотим проверить. Когда мы их будем запускать, мы будем считать некоторую очень важную информацию. Нам нужно собрать код кавередж, причем очень детальный. Нам нужно точно знать, какой тест исполняет какие инструкции в байт-коде. Как вы думаете, зачем нам такая информация? Чтобы было что менять. А чуть поподробней. Да, правильно. Чтобы сократить количество тестов, которые мы проводим. Если мы будем мутировать вообще все и запускать для вообще всего все тесты, то мы будем работать безумно долго. Понятное дело, мы этого не хотим. Мы хотим запускать только то, что нас интересует. Поэтому соберем код кавередж и запомним, кто кого исполняет. Дальше мы создадим мутантов. Для этого мы будем использовать астму. Есть кто-нибудь, кто не знает, что это такое? Есть несколько человек, поясню. Это очень хорошая Java библиотека, которая позволяет работать с байт-кодом, менять его и все прочее прямо из Java. Очень многие ей пользуются, в том числе и Ptest. Соответственно, мы, когда генерируем мутантов, у нас для них есть некоторый набор требований. Первый из них, самый понятный, это то, что мутации должны быть предсказуемыми и стабильными. Если мы запустили мутационный анализ один раз, то мы ожидаем, что в следующий раз результат будет такой же. Поэтому никаких рандомов, ничего такого допускать нельзя. Мы хотим стабильности. Далее мы хотим минимизировать число так называемых эквивалентных мутаций. Эквивалентная мутация – это то, в результате чего поведение программы никак не меняется. Например, у нас было какое-то поле у класса, мы ему присваивали ноль. А потом мы убрали это присвоение, но дефолтное значение же все равно ноль. Мутация эквивалентная. Если у нас есть эквивалентные мутации, то, скорее всего, у нас будут ложные срабатывания в отчете и куча хлама, который мы не хотим видеть. Поэтому число эквивалентных мутаций мы стараемся минимизировать. Сейчас мы с вами пробежимся вкратце по списку мутаторов, которые доступны прямо из коробки. Первый из них довольно простой. У нас есть равенство и неравенство, и мы можем сделать их из строгих, нестрогими и наоборот. Другой, который мы уже видели, он просто изменяет условия. Если мы раньше хотели true, то теперь мы хотим false. и наоборот. Дальше мы можем хотеть что-то сделать с математическими операторами. Например, плюс поменять на минус и наоборот, умножить на поделить и наоборот, и так далее. Здесь, однако, есть некоторый момент. Кто догадается, на что еще вот это может повлиять? На инкремент какой? Цикла. Так, это чуть-чуть попозже. Ладно, так, инкремент. Типы. Нет, типы тут ни при чем. Ладно. Это меняет инкременты, декременты полей. Именно полей. Как вы думаете, почему? Ладно. Вот у нас есть такой код. Многим не видно, да? У нас есть поле A, и мы его инкрементием. Как многие могут знать, в байт-коде это будет выглядеть вот так вот. Здесь у нас есть маленькая инструкция add. Мы берем один оперант, берем единицу и складываем их друг к другу. И потому что у нас нет оператора инкремента для полей в байт-коде. Только для локальных переменных. Соответственно, вот этот мутатор будет также влиять и на инкремент, декремент полей. А для локальных переменных у нас есть отдельная операция в байт-коде, поэтому мы можем инкремент менять на декремент. И наоборот. Дальше у нас есть мутатор, который добавляет или убирает унарный минус. И есть мутатор, который меняет значение, которое возвращает метод. Как правило, это становится значение по умолчанию, либо нул, либо меняет true на false. Соответственно, дальше мы можем просто взять и выкинуть вызов void-метода. Заменим его красноречивой пустотой, которую вы видите на экране. Довольно-таки полезная мутация, если мы хотим проверить, действительно ли полезно вызывать метод. Дальше у нас есть еще отдельный класс мутаций. Они могут быть замечены, потому что тут красным подписано, что они выключены по умолчанию. Для того может быть много причин, и каждую из них будем рассматривать отдельно. В данном случае у нас мутатор берет и меняет какое-то значение, которое присваивается не final, а локальным переменным. Почему, как вы думаете, это выключено по умолчанию? Скорость. Не всегда влияет на результат. Хорошо, что еще? Ну ладно. Это может еще порождать очень много рантайм-эксепшенов. Когда вы просто так берете и присваиваете непонятно что, непонятно чему в локальной переменной, которую ваш код по идее только что присвоил, ожидает, что ее значение будет таким, какое он присвоил, то может возникнуть неожиданное исключение, там с математикой или еще что-нибудь. А как многие из нас знают, далеко не все тесты, как следует, проверяют наличие рантайм-эксепшенов. И в результате, вместо того, чтобы тест завел состояние failed после мутации, он будет иметь состояние error, что нам не особо о чем-то говорит. Дальше у нас есть возможность взять и выкинуть вызов не void-ового метода и заменить возвращаемое значение значением по умолчанию, там нулом, нулем, false и так далее. Соответственно, здесь мы можем получить и много эквивалентных мутаций, и очень много null pointer exception. Это грустная история, она опять будет замусоривать нам отчет. Мы такого не хотим. Дальше, точно так же, благополучно мы можем выкинуть вызов конструктора, и это опять же приведет нас к огромному числу null pointer exception. Счастья от этого мало. Дальше у нас есть еще одна штука, которая меняет константы локальные, и она, в принципе, похожа по своей сути на то, что мы видели чуть-чуть раньше, но с той, которую мы видели раньше, была небольшая проблема, она была не очень конститентна. Например, там вместо min value для байта был бы ноль, а для inta был бы min value. И вроде как не очень логично. Поэтому комьюнити посмотрела на это дело и решила, а давайте-ка заменим это на что-то новое. Пока что не до конца дотестировали, поэтому experimental, и поэтому по умолчанию выключено. Дальше мы можем просто так взять и поменять значение переменной класса на, например, ноль. Этот пример я упоминал, когда мы говорили про эквивалентные мутации, и такое происходит чаще всего. И есть последний мутатор, который просто так берет и ломает свечи. Вот у нас есть какое-то дефолтное значение, и оно его подставляет во вся кейса, кроме дефолта. А в дефолт подставляет самый первый. Это очень хороший мутатор, и он, по идее, ничего лишнего сломать не может, но его пока что не до конца дотестировали и включат в ближайший релиз, скорее всего, если кто-нибудь потестирует. Итак, этим закончился список мутаторов. И теперь мы подошли к тому, что мы делаем с теми мутантами, которых нагенерировали. Вот у нас есть их очень-очень-очень большой список. Все те инструкции, которые у нас есть, скорее всего, мы так или иначе помутировали. И мы бежим по этому списку один за одним. То есть в один момент времени у нас активен только один мутатор. Мы его каким-то образом выбрали и идем дальше. Берем инструментейшн API, подменяем в рантайме прямо настоящие классы теми, которые мы намутировали и запускаем тесты. Запускаем тесты, все те, которые этого мутанта использовали в том каверидже, который мы раньше собрали. И запускаем их, запускаем, запускаем, запускаем до тех пор, пока какой-нибудь не упадет. Если какой-нибудь упал, будем считать мутанта убитым и пометим строчку зеленым цветом. Если ни один не упал, ну что ж, очень грустно, протестировано плохо, пометим строчку красным. Есть несколько вещей, за которыми нужно следить. Во-первых, понятное дело, долго работающие тесты. Мы там случайно сделали бесконечный цикл, и наш тест работает, 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 работает. Плохо. Для этого мы используем следующую юристику. Мы замеряем, сколько времени тест работал до внесения мутаций, и ставим таймаут в виде какой-то параметр, умножить на то первоначальное время. Если работает дольше, прихлопываем его и говорим, что он затаймаутился. Следующая очевидная проблема это out of memory. Мы могли сделать себе утечку памяти. Кстати, люди, которые интересуются утечками памяти, оставайтесь в этом зале после меня, потому что Никита будет рассказывать про то, что у вас они точно есть. Дальше. Мы могли случайно намутировать что-то криво. Это в принципе не встречается с петеста версии 0.26 и старше, но возможность осталась. С помощью астма мы можем намутировать себе что-нибудь кривое и быть грустными от этого. Но, как правило, таких вещей не происходит. И последнее. Из runtime exception потенциально мы можем даже уронить Java-машину. И вообще. Мы можем в любой момент просто так взять и уронить Java-машину. Никто этого не хочет, правда? Благодаря этому мы составили примерно такую схему. Здесь есть довольно-таки сложная диаграмма. Суть ее примерно такая. Вот у нас есть несколько классов. Хороший класс, дурацкий класс, менеджер-билдер-фактори, который все любят, и еще какой-то. У них у всех есть свои мутации. Их может быть совершенно разное количество, там от 2 до 97, и больше, и больше, как, впрочем, и меньше, и меньше. Все эти классы со своими мутациями мы скармливаем некоторой сущностью под названием PitRunner. А этот PitRunner берет и раздает классы, которые являются единицей работы, своим слейвам. И каждый из слейвов запускается в отдельный GVM. Ровно для того, чтобы побороть те проблемы, которые мы можем иметь, если создадим себе бесконечный цигл, или out of memory, или какую-нибудь еще пакость. Запомним, единица работы это исходный класс. И пока мы это помним, многие из вас, наверное, задаются таким вопросом. Зачем мне вообще это нужно? Есть три закона Test-Driven Development. Первый из них, как мы все знаем, это то, что никто не говорит о Test-Driven Development. Ну, на самом деле нет. Одна из формулировок такова. Во-первых, нельзя писать Production Code, если это не чинит падающий тест. Второй. Нельзя писать тестов больше, чем нужно для того, чтобы создать ошибку. При том, что ошибка-компиляция это тоже ошибка. И третий. Нельзя писать больше Production Code, чем нужно, чтобы единственный падающий тест заработал. В принципе, формулировок этого есть много, но так или иначе можно показать, что если следовать такой методологии, то можно добиться того, что все ваши изменения в коде и вообще текущее состояние кода полностью отражено в тестах. Казалось бы, это же очень здорово, но есть маленький нюанс. Вот пусть какой-нибудь Вася, даже не вы, решит что-нибудь закоммитить и скажет, ну, мне нужно сделать это очень быстро, поэтому я пошел и не буду писать тест. А потом какой-нибудь Петя изменит его код, не очень разберется в нем, ничего не сделает с тестом и так далее, и так далее, и так далее, все это в виде большого снежного кома, на кого-нибудь потом насыпется, будет страшный бак, ничего не будет работать, никто ничего не сможет понять, как так произошло. Поэтому нам нужно иметь какой-то способ гарантировать то, что действительно вот этот вот протокол ТДД следуется. Один способ это иметь обязательный код-ревью. В принципе, хорошо, но это занимает очень много человеческого времени и далеко не всегда все компании себе могут это позволить. Поэтому можно использовать ПИД. Он дает вам полную уверенность в ваших тестах. Вы можете быть уверены в том, что каждая строчка, которая покрыта зелененьким УП-теста, отражена в тестах и у вас в коде нет ничего другого, если оно подсвечено зеленым. Это очень здорово. И вот вам пример Success Story. Есть такая компания TheLeaders.com Они занимаются рекрутингом, прочими веселыми вещами и когда-то они создали новый проект с полного нуля и с самого-самого начала они начали использовать мутейшн-тестинг. Прошел год, прошло года полтора и у них как код-ковередж, так и мутейшн-ковередж оказался около 95%. Хороший, достойный показатель. И вот пока они радовались своим хорошим метрикам, им пришла в голову очень светлая идея. А давайте-ка переведем ядро системы на ивент-сорсинг. Кто-нибудь знает, не знает, что это такое? Ивент-сорсинг это такой подход к работе с данными, когда вы вместо того, чтобы хранить текущий снапшот состояние в базе, вы храните начальное состояние и набор событий, которые это состояние меняют. Каждый раз, когда пользователь запрашивает текущее состояние, вы просто накатываете эти события одно за другим и получаете текущее, отдаете пользователю. Это позволяет вам делать всякие приятные вещи вроде анду и прочих, 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 прочих. В общем и целом изменения очень серьезные. И вот как рассказывали одной сессии ранее в соседнем третьем зале, делать изменения в базе данных, с работой с базой данных, даже добавить одну колонку, если у вас нет тестов, то это довольно-таки проблематичное занятие. Однако, у ребят было 95% покрытие тестами, и они были в своих тестах полностью уверены. Поэтому, когда они пришли к своему, скажем, менеджеру и сказали, слушай, чувак, мы тут хотим изменить всю работу с базой данных, почему бы нам этого не сделать, менеджер не подошел к ним и не сказал, ку-ку, это же все сломает. Вы мне уведете всех кастомеров, я не хочу, чтобы так было. Они сказали менеджеру, мы уверены в своих тестах, у нас точно ничего не сломается, инфа 100%. И менеджер сказал, окей, ну действуйте. Соответственно, они взяли, провели свой страшный мега-супер-рефакторинг, добились того, чтобы все тесты выходили и выкатились в продакшн. Как вы думаете, что произошло дальше? Как вы быстро догадались, обычно люди говорили, что все либо сразу заслабалось, либо на следующий день, либо ночью, когда все только легли спать и думали, что все-таки резко работает, а потом у них всякий алерт, они проснулись, им было грустно. Но это же саксесс-стория. Ни единого разрыва. С того момента, как они выкатились, до того момента, когда я спросил, прошло где-то 4 месяца, и у них не было ни единой проблемы, которая связана с этим рефакторингом. Это настоящий саксесс, по-моему. Однако, кроме того вопроса, который мы только что рассмотрели, то есть зачем, есть еще один вопрос, который наверняка у многих на уме. У нас получается много инструкций в коде, у нас получается много тестов, и нам нужно каждый тест для очень многих инструкций запустить. Это же должно жутко-жутко-жутко тормозить. Правда? Мне вот Шапилев недавно сказал, что неправда, потому что оно должно медленно работать, а не тормозить. Но это вопрос довольно-таки философский. Вот что такое тормозить? Это работать недостаточно быстро, то есть работать медленнее, чем нам бы того хотелось. А нам, понятное дело, всем хочется, чтобы все работало моментально. Отсюда философский вывод, что все всегда тормозит. Это грустно, но мы можем хоть как-то с этим бороться. Давайте протестируем то, насколько сильно тормозит P-тест. Возьмет какую-нибудь большую, хорошую библиотеку, которая как следует покрыта тестами. Вот вы бы что взяли? Spring, еще, Apache. Apache – это хороший префикс, но у них так много всего. Я взял Apache Commons Math, потому что там очень много сложных математических алгоритмов. Соответственно, на строку приходится какое-то умопомрачительное число мутаций. У нас там сложение, вычитание, суффиксы, префиксы и так далее, и так далее, и так далее. И всего этого добра у нас там 177 тысяч строк кода. И на эти 177 тысяч строк кода у нас еще и есть 5000 тестов и 109 тысяч строк в них. Соответственно, отличный кандидат. Вот тут есть маленькая команда, которую вы можете выполнить, чтобы запустить бенчмарк у себя. Это зачекаутит Commons Math и применит к нему маленький пачек, который позволит ему работать с петестом. Для того, чтобы понять вообще, а с чем сравнивать, давайте посчитаем, посмотрим, как долго считается код каверидж для Apache Commons Math 3. Соответственно, если мы запустим это на некоторой машине, у меня это была машина в облаке, у которой 4 чистых ядра и которая имеет там 12 гигабайт оперативной памяти и которая имеет тактовую частоту примерно 2,9 гигагерц. После того, как мы все это запустим, мы увидим, какой код каверидж у Commons Math 3. Давайте сделаем аукцион. Начальная ставка 50%. Кто больше? А сколько? 80. Так, можно только больше. Это неправильно аукцион получится. 80 раз? 83. 83 раз? 90. 90 раз? Сколько? 91 с половиной. Какие половины? Там никто не показывает половины. Ладно, пусть будет 91 с половиной. На самом деле 92. Если округлить, то получится как раз то самое. Если бы у меня был какой-нибудь бонус в виде футболки, я бы обязательно в вас и кинул, но у меня нет. Можете попросить у баруха, он поделится. В прошлый раз инвайты раздавал, в этот раз может дать вам футболку. Итак, 92% это здорово, но здесь важно сделать одно лирическое отступление. Вау, 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 мы занимаемся измерением производительности. Этим нельзя заниматься просто так. В данном случае Maven очень часто может выкачивать кучу джарников при первом запуске какого-то гола на каком-то проекте. И это точно убьет наши измерения, поэтому можно их смело выкидывать. Брать как минимум вторые. Но вообще есть кто-нибудь, кто не знает этого человека? Это такой Алексей Шапилев, он занимается производительностью в Оракле, измеряет GVM, измеряет все, измеряет все, его еще кто-то называет the цар of benchmarks. В общем, если вы подойдете к нему и скажете, что сделали бенчмарки, то будьте готовы, он тоже много чего вам может сказать. Это будет звучать примерно как делать бенчмарки хорошо и не делать их плохо, если перевести этого на вежливый язык. Соответственно, я постарался делать их хорошо, и мне Леша про них ничего не сказал. Будем надеяться, что они действительно хорошие. Те значения, которые вы здесь видите, они довольно-таки точные, там погрешность может быть 5, может быть 3%, но в общем и целом достаточно хорошо, чтобы можно было этому верить. Что еще раз? Это без PIT, это чистый код coverage. Теперь будет PIT. Запустим его и посмотрим на время. Я предложил вам снова сыграть в аукцион, но так мы будем только и делать, что играть в аукцион. Давайте посмотрим. Для начала мы просканируем ClassPath, это меньше одной секунды, несущественно. Затем мы соберем на что детальный coverage, кто кого запускает. И это у нас будет 27 минут с половинкой. Потом мы нагенерим с помощью астма мутантов и запустим сам анализ. Вот здесь может быть и стоит поиграть в аукцион. Час. Еще. Час 24. Ну ладно. На самом деле 3 часа 47 минут. Долго. И суммарно у нас 4 часа и еще четверть. Здесь есть из этих 4 часов мы вынесли какую-то полезную информацию. Например, то, что mutation coverage на нижней строчке написано, никто не видит, составляет 79%. Это вообще довольно-таки хороший показатель, если никто раньше никогда не запускал mutation coverage на проекте. Правда? Показатель это хороший, но здесь есть еще один показатель, его показывает вот эта вот штучка. Работает ужасно медленно. Никто не хочет, чтобы на каждый commit мы ждали по 4 часа. Правда? Пока у нас пройдет мутационное тестирование, бла-бла-бла. К счастью мы не первые, кому не нравится, когда что-то долго работает, и поэтому есть возможность, например, распараллелить. Если у нас сейчас запускается в отдельных GVM-ах, то почему бы не сделать этих GVM-ов несколько. Запустим снова с двумя потоками, как вы можете видеть здесь, и посмотрим, как быстро оно будет работать. ClassPath мы снова просканировали очень быстро, а потом мы начали собирать coverage. Как думаете, во сколько раз уменьшится время? Полтора? 1,7? 1. Оказывается, что сбор coverage и dependency просто не параллелится в той версии, на которой я это запускал. Об этом чуть-чуть попозже. Зато создание мутантов параллелится стало в два раза быстрее. Очень здорово. Не 7 секунд, а 3. Улучшение производительности в два раза. Можно похвастаться. А остальное у нас выполнилось за 2 часа 2 минуты и суммарно 2,5 часа. Улучшение в принципе довольно-таки близко к линейному. Можно считать, что там есть какие-то overhead, какие-то другие но лучше вместо того, чтобы рассуждать, давайте запустим это на еще другом числе потоков. Здесь есть от 1 до 4 потоков, соответственно по горизонтали слева меньше потоков, справа больше потоков, а вверх это время. Далее вот нижний столбик, который подсветывает на этом проекторе плохо отличается от остальных столбиков, это время на сбор кавериджа. Она у нас не меняется, потому что каверидж не параллелится. Средний столбик или вот этот, или вот этот, или вот этот, это наше теоретическое предсказание времени того, как долго будет работать сбор анализа. Соответственно, вот этот вот столбик в 2 раза больше, чем вот этот, в 3 больше, чем вот этот, и в 4 больше, чем вот этот. А еще совсем сверху у нас есть такой светло-светло-розовый столбик, маленький. Это разница между тем, как было задумано в теории, и тем, как получилось на самом деле. На самом деле, как мы можем видеть, получается все медленнее и медленнее. И если бы у нас была машина, скажем, с 24 ядрами, а у меня она, кстати, была, когда я готовил прошлую версию этого доклада, и там я тоже запускал эти бенчмарки, и картина была еще более грустной. Начиная где-то с 10 потоков мы уперлись. И быстрее, чем где-то вот столько не получалось. Как вы думаете, в чем же может быть дело? Что же у нас так плохо параллелится? Тесты. Да, тесты плохо параллелятся. Это правильный ответ. Ладно, давайте не будем так голо спекулировать. Давайте хоть куда-нибудь посмотрим. Например, на загрузку с CPU. Вот у нас есть 4 треда, 4 ядра. И одно из них работает все время, а остальные три хоп, берут и прекращают работать, а последние молотят, 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 и явно что-то здесь пошло не так. Мы же вроде как распараллелили, а работает только одно из четырех. Так не должно быть? Что? Агрегация данных. Нет, наверное, нет. Еще варианты? Не может агрегация данных занимать больше половины времени? Синхронизация. Еще? Гарбачка, лектор. Не, вряд ли. Ладно, не буду томить. Помните, у нас была единица работы, это один класс. А что если у нас есть один жирный класс? То все закончат свою работу, а он будет работать дальше, потому что он может. В принципе, проблема довольно-таки серьезная. Я был огорчен этой картиной, когда я ее увидел, и обратился в комьюнити петеста. Создатель сказал, окей, чувак, это серьезная проблема, я работаю над ней, я решу ее, и я решил ее. Вот так. Мы взяли эти классы, отсортировали их по тому, сколько в них мутаций, и чем больше мутаций, тем раньше мы их запускаем. Картина стала такой. В общем и целом улучшения есть. Но не самое хорошее улучшение, потому что здесь уже тоже не очень оптимально все получается. Поэтому в следующей версии мы сделали довольно-таки хорошие изменения. Мы изменили гранулярность, и вместо работы по классам мы стали работать по методам. Теперь у нас тут может быть много жирных методов, но в общем и целом у нас гранулярность нашего параллелизма стала гораздо лучше. И производительность сильно улучшилась. Кроме того, в следующей версии 0.31 мы изменили алгоритм работы сбора кавераджа, и у нас получилось, если сравнивать вот эти три последних версии, примерно такая картина. Здесь у нас опять-таки по горизонтали потоки, по вертикали время. Красненькие это самые старые версии, зелененькие самая новая версия. Что мы здесь видим? Во-первых, сбор кавераджа стал гораздо быстрее, а во-вторых, параллелизм стал работать гораздо лучше. Опять же, если бы мы продлили эту диаграмму в будущее, точнее, не в будущее, а в большое число потоков во всякие кластеры и классные машины, которые, к сожалению, не были доступны на момент бенчмаркинга, то мы бы увидели, что синенький через какое-то время опять бы уперся, потому что этот большой толстый класс никто не разбил. И вот сколько он работает, столько бы работали и все учисления. Ну и методы тоже. Они бы уперлись в то, сколько весит самый толстый метод, сколько бы не параллелили. Но в общем и целом прогресс есть. И мораль этой истории примерно такова. Если вам что-то не нравится, то это опенсорсный продукт. Можете обратиться в комьюнити, можете залезть сами, сделать патч, бла-бла-бла, и прийти к успеху. Давайте теперь посмотрим, что еще мы можем сделать. Вот это вот время на четырех потоках все равно составляет порядка часа. И ждать по часу на каждый комминт мы по-прежнему не очень хотим. Поэтому можем сделать следующую вещь. Мы можем воспользоваться новой фичей под названием инкрементальный анализ. Суть очень проста. Мы между запусками будем сохранять какие-то метаданные. Например, хэши всех классов, которые мы протестировали, хэши самих тестов и, очевидно, результаты анализа. Используя эти метаданные, мы можем при последующих запусках применить некоторые эвристики. А именно, мы не будем снова проверять какого-то мутанта, если мы знаем из тех данных, что в прошлый раз этот мутант затаймаутился, а класс, в котором он содержится, не изменился. Но не имеет смысла запускать. Опять потратим кучу времени непонятно на что. Если мутанта убили, а ни класс, ни тест не изменились, то мы снова можем его не запускать. Его же снова убьют. И третье. Если он выжил, а тестов новых нет, и старые тесты напоменялись, то тоже не имеет смысла запускать. Выживет снова. Здесь есть небольшой вопрос. Ведь, казалось бы, это позволит нам избежать огромных объемов вычислений. Это же получается бесплатно. А бывает бесплатно действительно такие классные вещи? Как вы думаете? Зависимости. О, зависимости. Все правильно. Что делать с зависимостями? пит учитывает изменения только в самом классе, в его предках и в его аутер-классе. А если один класс использует, например, какую-нибудь корр-библиотеку, в которой есть куча всего, и у которой время и времени выходят новые версии, где тоже правят баги, то упс, мы случайным образом пропустим какие-то важные изменения. На эту тему в группе питеста есть какое-то безумное количество обсуждений, и руганий про то, что нет, давайте сделаем как надо, давайте будем учитывать зависимости. А другие говорят, нет, давайте не будем так делать, это же будет работать вечно, и опять тормозить. А третий приходит и говорит, давайте сделаем это опцией. А четвертый просто рассказывает вам об этом все, он предлагает участвовать в обсуждении. Соответственно, официальная рекомендация примерно такая. Вы обычно используете инкрементальный анализ, а время от времени, например, раз в сутки, запускайте полный. Раз в сутки это довольно-таки дешево, сердито. Теперь то, что нам нужно посмотреть, это производительность инкрементального анализа. Для начала замерим overhead на то, чтобы записать мета-информацию. Он практически нулевой. Вот мы как запускали за час с небольшим, так у нас и получилось. Overhead может быть 2%, тупо на то, чтобы записать данные на диск. И вы знаете, вот я мерил все эти бенчмарки и петест, у него есть такая папочка, с отчетами. И вот на Apache CamusMath3 этих отчетов генерировалось просто какое-то безумное количество. Я в них пару раз пробовал заглянуть и понимал, что ууу, как много, давайте не буду смотреть. А потом дошел по плану доклада до инкрементального анализа и понял, что надо привести пример с изменениями и заглянуть пришлось. Пришлось мне, придется и вам. Вот у нас есть классный пакет, который занимается линейной алгеброй. И вот у нас есть какой-то метод, который над каким-то там полем создает единичную матрицу. И петест нам вдруг говорит, ты знаешь, вот тут есть двухсотая строчка, которая заполняет строчку в матрице нулями. А я эту строчку удалил, и у тебя не попадали тесты. Мне кажется, что ты что-то делаешь не так. Хм, давайте разбираться. У нас есть здесь еще один подозрительный метод. Называется matharrays.buildarray. И оказывается, что если мы в него зайдем, то обнаружим, что вот эта матрица уже заполняется нулями прямо при создании, прямо при вызове вот этого метода. И вот этот метод действительно не нужен. Можем просто взять его и удалить. А потом посмотреть, что получится дальше. И как долго будет работать наш новый инкрементальный анализ. Для начала мы снова соберем coverage, потому что мы знаем, что он нужен. Но в новой версии, к счастью, он работает всего лишь каких-то жалких 7 минут вместо получаса. И мы можем себе такое позволить. А затем мы запустим мутационный анализ, который будет выполняться всего лишь 56 секунд. И наш grand total окажется 9 минут. И позволить себе 9 минут на каждый коммит мне кажется, что в принципе вполне себе можно. это очень приятно. Более того, если мы возьмем какой-нибудь другой проект, который не занимается тем, что умножает числа друг на друга, складывает, вычитает и делает кучу страшных вещей, которые только и делаешь, то мутируешь по самим помидорам себе. Возьмем, например, JodaTime. Все знают, что такое JodaTime, правда? Кто-нибудь не знает? Да, можете не узнавать, все равно и скоро не будет. В Java 8 JodaTime каким-то магическим образом вольется туда и там будет что-то очень похожее на JodaTime, но будет называться JavaTime API. Соответственно, JodaTime – это библиотека, в которой 68 тысяч строк кода и 70 тысяч строк кода в тестах. Хороший показатель. Но еще более хороший показатель – это то, что на ноутбуке это выполняется за 5 минут вместо какого-то там безумного количества времени. И вот этот пример на самом-то деле больше всего показывает то, насколько P-Test готов к тому, чтобы его использовать в продакшене. Соответственно, призыв используйте в продакшене. Хотите что-то почитать? Читайте вот по этим ссылкам. Хотите повторить сами? Чеккаутитесь из GitHub? Хотите снова посмотреть презентацию? QR-код в студии. На этом то, что я хотел рассказать, заканчивается, а теперь есть то, что хотите спросить вы. Спрашивайте. А QR-код не? Вот тут его сейчас фотографируют. Давайте подождем тех, кто распознает QR-код. Да. Да, полный анализ. Не инкрементальный. Полный. Еще? Да. Интеграция с какими-нибудь радиаторами, что вы, например, вы делаете, как-то там, где в SmartPay, показывают W, а нет интеграции с тем же самым P-Test, что показывают еще и... Я правильно так понял, что вопрос про интеграцию с Continuous... Да, да. Да. Есть плагин для Jenkins'а и, кажется, делают плагин для TeamCity. В каком формате репорт? Репорт в формате XML, в формате HTML и можно написать свои форматеры. Да? Можно конфидурировать мутаторы в зависимости от того пакета? Да, можно сказать, что для такого-то пакета используются такие-то мутаторы, для такого-то такие-то и так далее. Сейчас. Да? Я так понимаю, что на самом деле репорт, он вероятно зависит от того из коммутации, которую мы используем. Если это так, то насколько можно доверять этому репорту, то есть какая-то цена на сколько показателей на этот репорт? Вопрос, если кто не слышал, про то, насколько можно доверять этим мутаторам, потому что, да, действительно, они не могут покрыть вообще все возможные изменения кода. Ну, на этот вопрос сложно дать ответ. Я бы сказал, ну, надежно где-то на 10 абстрактных кроликов в вакууме. То есть, нет, особо нельзя. Но эмпирически, если вот верить в сексесс-стория от разных людей, то помогает очень хорошо. Есть истории про то, как на уже существующий проект внедряли мутационный анализ, и это сильно улучшало их показатели, через какое-то время их объем багов, число багов в неделю сильно уменьшалось. Да? А есть интеграция с IDE, чтобы запускать только один? Интеграция с IDE. Есть не очень хорошо работающий плагин для идеи, есть довольно-таки хорошо работающий плагин для Eclipse, но вообще проект опенсорсный. Если хотите заинтегрировать, например, с NetBeans, то на здоровье. Да, еще? А можно как-то один тест отключить, чтобы его куда-то неслабили? Да, можно. Можно в конфиге прямо указать, что вот этот тест, пожалуйста, не трогайте. Например, для того же Камос Мост 3 у нее есть перформанс-тесты, которые работают по полчаса каждый. Понятное дело, я их отключил, чтобы их не мутировать. Да, еще? А это вроде она и есть? А, вы можете просто за чек-аут сети посмотреть, нет? Никто не против, чтобы я переключил прямо сейчас на страницу раньше? Ну, видимо, не против. Это полезно почитать. Ваши вопросы? Если нет, то тогда можете поговорить со мной еще где-нибудь в куларах, можете писать на почту. А так, все. АПЛОДИСМЕНТЫ